Здравствуйте! В эфире канала ПС программа «Городские подробности». С вами Артемий Заварзин. И вот о чем мы расскажем в этом выпуске. Десятки километров дорог Архангельска – это их ежедневная забота. Специалистов дорожного хозяйства и автомобильного транспорта накануне профессионального праздника честовали в мэрии Архангельска. Коммунальные системы Северного округа на контроле городской власти. На этой неделе завершились большие ремонты. Стадион Дюсуша номер 6, что в Северном округе, скоро станет площадкой масштабных спортивных событий. О ходе реконструкции через пару минут. 49 семей Архангельска скоро отпразднуют новоселье. Церемония вручения жилищных сертификатов состоялась в мэрии города. В программе отчет о прямых линиях, которые на этой неделе состоялись в редакции газеты «Архангельс. Город воинской славы» и анонс свежего номера издания. 13 октября исполнилось 6 лет со дня смерти Анатолия Ефремова. В нашем сюжете – воспоминания о народном губернаторе. В Архангельске подвели итоги дорожного ремонта. В этом году почти четверть миллиона квадратных метров дорог в поморской столице получили новое асфальтовое покрытие. В этом году на ремонт дорог областного центра было направлено около 250 миллионов рублей, в том числе 100 миллионов рублей. Это средства, выделенные Архангельскому по поручению главы региона Игоря Орлова. На эти деньги будут отремонтированы 36 объектов общей площадью 215 тысяч квадратных метров и протяженностью 30 километров. Сейчас работы выполнены на 90%. Основной объем работ на дорогах в этом году проводился в рамках текущего ремонта. Это предусматривает фрезерование изношенного покрытия и укладку выравнивающего и нового верхнего слоя асфальтобетона. В новую дорожную одежду улицы города одевали семь подрядных организаций. Особое внимание дорожники уделили ремонту тротуаров и дворовых территорий. Реализованные объекты в этом году. Ремонт тротуара Комсомольска, площадь укладки 750 квадратных метров. Ремонт тротуара Русанова, 495 квадратных метров. Ремонт дворовых территорий. Набережная Северная Двина 12 и 14, до дома 12, корпус 2. Ремонт дворового проезда между домами по укусу 7 и 9. Кроме реконструкции дорожного полотна, в Архангельске обновилась и дорожная разметка. На еженедельной планерке в мэрии областного центра, исполняющий обязанности главы города Святослав Чиненов, поручил соответствующим организациям включить более детальную разработку некоторых разметок в планы на 2016 год. Мы в этом году по ряду объектов ремонтировали, помимо дорожного покрытия, элементы, скажем так, дорог. Это и заездные карманы, и остановочные комплексы, и самое главное – тротуары. То есть на следующий год, вот в этот перечень планового ремонта, я прошу также учесть и реконструкцию, восстановление тротуаров. Да, договорились, то есть мы по Гайдара делали совместно с дорогой в этом году, ряд еще других тротуаров, по Тиме делали тротуары. Второе, значит, перечень дорог на 2016 год, ну, обязательно покрытие ГИБДД, да, чтобы они тоже свое мнение высказали по этому поводу. Понятно, мы сказали, что судебное решение, здесь нам деваться некуда, исполнять судебное решение необходимо. Значит, те улицы, которые мы будем планировать за рамками судебных решений, надо тоже будет согласовать с органами ГИБДД, с органами надзора. В планах ремонтов на 2016 год будут учтены и рекомендации ГИБДД по приведению дорожного покрытия в надлежащее состояние. Исполнены судебные решения и проведен ремонт дорог с максимальной транспортной нагрузкой. 18 октября работники автомобильного транспорта и дорожного хозяйства отметили свой профессиональный праздник. Архангельских специалистов в этой отрасли накануне чествовали в мэрии областного центра. На торжественной церемонии те, кто строят магистрали, и те, кто обеспечивает на них транспортное сообщение. Это и специалисты муниципального автотранспортного предприятия. АПАП работает на самых протяженных маршрутах Архангельска, выпуская на линию автобусы большого класса и предоставляя льготы по проезду. Люди идут, наоборот, в муниципальный транспорт, чем в маленький пазик, чем в газельки. Что они большие, что заходят удобно, что для пенсионеров есть места, с детьми, что как бы нравятся, большие автобусы нравятся. Большим автобусам большие дороги, а их в этом году в Архангельске отремонтировано почти 15 километров. И в каждый участок работники дорожной отрасли вложили свои силы, опыт и знания. Среди них и инженер-лаборант Сергей Афанасьев. Я провожу контроль за производством работы, непосредственно за качеством. То есть укладка асфальта, устройство любых конструктивных слоев. Улица Тимми, 23-я Гвардейская, до пересечения, и Толарское шоссе. Сделано все, что за те сроки, которые были поставлены, то, я думаю, максимум. За работу с максимальной отдачей на благо жителей Поморской столицы, специалисты дорожной и автомобильной отрасли были отмечены благодарностями мэрии Архангельска и памятными подарками. То, что вы делаете, очень важно для города Архангельска. Это и дороги, и транспортная составляющая. В этом году мы очень много сделали. И на 2016 год мы планируем тоже очень много в этом направлении реализовать мероприятия и проектов. Еще раз от имени муниципалитета добрые слова, искренние поздравления вам, вашим родным, близким. Ну и удачи, самое главное, в работе, чтобы работа была, и чтобы вы не простаивали специалисты. Объемы грузовых и пассажирских перевозок растут, масштабы дорожного строительства увеличиваются. А значит, наши специалисты по-прежнему востребованы и по-прежнему готовы качественно выполнять свою работу. И им открыты все дороги. Поздравление в адрес работников дорожного хозяйства Архангельска направил и член Совета Федерации Федерального Собрания России от Архангельской области Виктор Павленко. Сенатор обратил внимание на особую задачу профессионалов дорожного хозяйства качественно содержать и модернизировать дороги региона, тем самым решая социальные задачи и реализовывая приоритетные национальные проекты. Виктор Павленко также пожелал дорожникам профессиональных успехов и увеличения объемов строительных работ на благо областного центра и всего Поморья. В Северном округе завершился ряд серьезных ремонтов, связанных как с модернизацией систем водоотведения, так и с повышением надежности тепловых сетей. Качество выполненных работ оценил исполняющий обязанности главы Архангельска Святослав Чиненов в ходе рабочей поездки в округ. Тепловой пункт на улице Мичурина обеспечивает теплом десятки домов, а также социальных учреждений Северного округа. Проблема последних дней – скачкообразное давление в теплоносителе, идущем с Архангельской ТЭЦ. То есть давление вышло на нормативный уровень. Почувствовали это и в местной школе номер 51, где до недавнего времени также ощущались перепады давления в теплосистеме. А сейчас в классах какая температура? В классах вот 18. Ну это соответствует с Анпином, нормам, с НИПом, все нормально. Нормализовалась в округе и ситуация с вышедшим из строя коллектором на улице Ударников. Несколько недель назад он вызвал значительное подтопление территории. Сегодня большую ее часть специалистам удалось осушить. Заменили, в КНС поставили новый насос. Сейчас еще два заказано. То есть будем еще один менять, один еще на одной КНС. Однако Святослав Чиненов обратил внимание на то, что подтопленные территории необходимо не только осушить полностью, но и восстановить благоустройство. Состояние водопроводных систем Северного округа муниципалитет будет держать на усиленном контроле. А в следующем году продолжит необходимую модернизацию. Этим будет заниматься компания. У него сформирована инвестпрограмма, предложена на рассмотрение регулятору, который сейчас ее изучает. И мы надеемся, что в ближайшее время ситуация должна меняться в лучшую сторону. Я поставил задачу, чтобы буквально в течение двух дней обследовали территорию Северного округа. И совместно с теми организациями, которые содержат улично-дорожную сеть, приняли действия, меры по отводу существующих от образования этих луж. Контролировать ситуацию на коммунальных сетях Северного округа Святослав Чиненов будет лично во время рабочих поездок в Северный округ Архангельска. В Архангельске состоялась проверка работы управляющих компаний по содержанию контейнерных площадок и помойниц. На этот раз представители Департамента городского хозяйства проинспектировали Соломбальский и Маймаксанский округа. Первый пункт проверки – помойница у дома номер 20 на набережной Седова. Жильцы сетуют. За пять лет у них сменилось семь управляющих компаний. Последний раз мусор вывозили два года назад. Новая УК «Оберег» помойницу очистила, но отходы вокруг не убрала. Если мусор не ликвидируют, директора управляющей компании ждет штраф до 10 тысяч рублей. Подобная картина и у дома номер 32 на улице Мещерского. Контейнерную площадку там обслуживают несколько УК. Составлен график, ведется работа с управляющими компаниями. Сейчас более-менее пришли к какому-то решению, то есть наводится порядок. При этом далеко не все исполнители ждут указаний и штрафов со стороны муниципалитета. На улице Александра Петрова, 8, корпус 1. В порядке деревянный сруб. Помойница не переполнена. А все потому, что руководство УК «Мегаполис» разрабатывает и внедряет новые методы поддержания чистоты на веренных территориях. Поселок 29-го лесозавода, когда мы там начинали работать, у нас там тоже были помойные ямы. Значит, собрав людей на собрание, переговорили, установили полностью контейнеры. На сегодняшний день все твердые бытовые отходы мы там собираем в контейнеры. Что значительно, а, удешевило процесс вывоза твердых бытовых отходов, и второе, там навели порядок. Подобная практика распространяется и в других микрорайонах Маймаксанского округа. Например, контейнеры установлены у помойниц на улице Заводской. Мусор не разбрасывается, мусор складируется жителями в данные контейнеры и вывозится. В помойницы складируются только жидкие бытовые отходы, и они вывозятся по мере накопления. Повсеместная замена помойниц на контейнеры вызовет незначительное удорожание тарифов, но приведет к желанному результату. Однако и при существующем тарифе, сейчас он составляет меньше 4 рублей с квадратного метра, помойницы должны очищаться не реже 6 раз в год. А этого вполне достаточно для поддержания должного порядка. При этом, если УК не справляется, вопрос о ее замене можно решить коллективно. Так, жители 152 домов Маймаксанского округа отказались от услуг УК «Уют». Управляющие компании в настоящее время тариф достаточен для того, чтобы содержать в надлежащем состоянии контейнерные площадки и помойницы. Но есть управляющие компании, которые не содержат. Например, как Уют у нас, мэрия города проводит открытый конкурс на управление управляющих компаний. И, соответственно, с 1 ноября у нас уже придет новая управляющая компания, которая будет содержать в надлежащем состоянии все помойницы и контейнерные площадки управляющей компании Уют. А это значит, что скоро помойница у дома 35 на улице Победы будет очищена, однако жильцам дома, как и всем архангелогородцам, не стоит забывать, что именно они должны быть заинтересованы в чистоте придомовых территорий. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Масштабный объект по предложению губернатора Игоря Орлова получил средства на реконструкцию в рамках федеральной программы строительства спортсооружений. Сердце стадиона – футбольное поле с искусственным покрытием. Которое уже, кстати, получило сертификат. Можно бы начинать какие-то мероприятия проводить, соревнования, но благо надо весь комплекс вместе сдать. Последним штрихом реконструкции комплекса станут обновленные трибуны. На их капитальный ремонт выделены средства из городского бюджета – почти 17 миллионов рублей. Однако подрядчик из строительного графика значительно выбился, и места для болельщиков до сих пор не готовы. Самая большая трудность – это квалифицированные люди, как и говоришь-то. С завтрашнего дня еще выходят шесть человек по укладке кирпича, чтобы торцевые части заделать и входные группы. График у нас немножко сбился, смещение идет до конца октября. Пока работы выполнены только на треть от всего объема. Программа «Максимум» – завершить объект в кратчайшие сроки, не экономя ни на качестве материалов, ни на количестве специалистов. Есть такие сложности. Мы будем держать на контроле совместно с мэрией, будем проверять ход проведения, вплоть до того, что будем приезжать сюда и просто смотреть, так ли это все происходит. Заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Орлова уверена, если устные замечания подрядчику не будут иметь результат, мэрия города решит вопрос в административном порядке. С учетом того, что было небольшое изменение в проекте, мы ждем еще неделю. И в конце следующей недели, если подрядчик не увеличит темпы, не увеличит количество людей, работающих на объекте, пока еще световой день позволяет работать еще и в две смены. Если подрядчик нас не услышит об этом, то мэрия города вместе с учреждением, которое является заказчиком, конечно же, будет проводить работы, связанные с претензией, и все решать вопросы все в рамках правового поля. Как уверяет подрядчик, реконструкция трибун завершится до ноября. Ход строительных работ находится на ежедневном контроле муниципалитета. Создать комфортную городскую среду. Такую задачу ставит перед собой муниципалитет, обустраивая детские площадки, скверы и парки в Архангельске. Как решается эта задача в округе Варавино-Фактория, выяснил исполняющий обязанности главы города Святослав Чиненов. Не успела появиться в поселке Селикачиков игровая площадка, как сразу же стала центром притяжения местной детворы. Здесь ребята проводят все свободное время. Дети в восторге. Вчера вечером, уезжая с работы, тут, наверное, детей с округа было не протолкнуться, как муравьи. Из городского бюджета на обустройство игровой площадки выделено около двух миллионов рублей. Поставщик оборудования не только дает гарантию на выполненные работы, но и обязуется содержать объект в должном виде. Наша фирма сейчас выполняет почти по всем округам обслуживание детских площадок. Постоянно ремонтируем, смотрим, следим за ними. И хочу сказать, что вот именно в Варавино-Фактории мы делаем ежедневные осмотры. Обустроен в поселке хоккейный корт, который пришел на смену построенной еще в советское время деревянной коробки. Площадка универсальная. Заниматься здесь можно будет и зимой, и летом. В плане монтаж мачт-освещения. Тем, кто помогал администрации округа в обустройстве корта, были вручены благодарности мэрии города. У меня активистов, целая бригада. Так что вместе с ними ухаживаем за катком. Спасибо, конечно, за такую площадку. Благодарны за появление новой детской площадки и жители второго лесозавода. Прежде всего, юные горожане. Догонялки к краям, выше ног из земли. Слепая курица бывает. Нравится площадка? Да. Площадка, кстати, появилась рядом с территорией спортшколы номер два. Таким образом, в округе продолжается обустройство единого комплекса для отдыха детей и подростков. Мы просто восхищаемся работой нашего округа. И это не лезь какая-то, а тем не менее. То есть ни разу на наши обращения они не реагировали отказом. Мы все время чувствуем вот эту помощь. Если в нормальных руках территория, в нормальных руках дом, то понятно, что вы здесь сами для себя все сделаете. А муниципалитет в этом деле поможет. Мы всегда пытаемся понять суть проблемы и выстроить диалог и взаимодействие. Взаимодействуя с общественностью и бизнесом, муниципалитет продолжает благоустройство сквера на улице Русаново. Год назад здесь были посажены деревья и обустроена игровая площадка. Сквер стал местом отдыха для горожан всех возрастов. Мы гуляем здесь каждый день. И нам очень нравится, что площадку постоянно расширяют. И ребенку очень нравится на ней играть. Рядом со сквером мэрия Архангельска завершила ремонт тротуара протяженностью 300 метров. Это сделано не только для удобного, но и безопасного отдыха горожан. Основные мероприятия, которые мы всегда поддерживали и будем поддерживать, реализовывать, это устройство тротуаров, это зона отдыха, скверы, парки. Во всем городе за 2014-2015 год было отремонтировано 230 площадок на сумму свыше 3 миллионов рублей. То есть это идет не установка новых площадок, а именно текущий ремонт. Эту работу мы продолжим. Всего в бюджете города Архангельска в среднем предусматривается около 80 миллионов рублей. Это программа городская, это благоустройство города Архангельска. Ведь наша основная задача, скажем так, не только найти деньги, а организовать взаимодействие всех участников этого процесса. Да, власть, бизнес, горожане, активные жители, управляющие компании. Вот наша задача объединить всех в единый кулак и совместно реализовать те поставленные проекты, которые необходимы городу Архангельску. В завершении рабочей поездки Святослав Чиненов побывал на перекрестке проспекта Ленинградский, улицы Октябрьской, где ведутся работы по расширению дороги и обустройству полосы для поворота на окружное шоссе. Уже установлен бортовой камень, уложен выравнивающий слой асфальта. Подрядчик завершит ремонт в ближайшие дни. Робомир Архангельска. На базе 17-й школы работает один из филиалов Центра технического творчества. Основное направление его деятельности – военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие интеллектуальных и творческих способностей школьников. В этих стенах рождаются будущее светило технической интеллигенции – архитекторы, строители, инженеры. В Центре технического творчества при 17-й школе более 600 учеников Архангельска постигают азы технического искусства. Правда, сейчас ребята на учебе. Тем не менее, их работы по достоинству оценили депутаты городской думы и представители муниципалитета. В этом кабинете ребята занимаются лего-конструированием. А в аудитории робототехники школьники создают недетские автоматические машины, которые вызывают восхищенное удивление у гостей Центра. Шли две вещи. Во-первых, тот уровень организации, который есть уже на сегодняшний день, и уровень вовлеченности сотрудников в процесс. То есть у людей горят глаза, они действительно заинтересованы в том, что они делают, они видят перспективу, они точно не стоят на месте. А полигон для робототехники расположится здесь, на месте бывшей теплицы 17-й школы. Кроме того, в этом помещении будет оборудован 20-метровый пневматический интерактивный тир, где учащиеся будут готовиться к сдаче норм ГТО. Комиссия, которая сегодня выехала на место для осмотра, для знакомства с помещением и с теми планами, которые здесь строятся, примет решение рекомендовать выделить те деньги, которые сегодня у нас имеются, экономия по городской думе, порядка трех миллионов, и на эти деньги как раз будут проводиться работы по строительству этого тира. Воспитание будущих инженеров и изобретателей проходит в рамках городской программы «Интеллектуал плюс». Конечно, у нас желание такое, чтобы мы даже в чем-то опережали центр России. Сегодня мы можем представить, скажем, технологии и обучение на уровне общероссийском. У нас разработана 12-часовая программа, нам нужно создать условия. После сегодняшнего разговора я рассчитываю, что мы эти условия создать сможем. На военно-патриотическое и техническое воспитание молодежи городская власть делает серьезную ставку. Это очень востребованный вид технического творчества, это очень востребованное направление, за этим будущее. Об этом же говорится в федеральной концепции развития дополнительного образования. Как раз там тоже уделяется большое внимание лего-конструированию робототехники. Поэтому муниципалитет и городская дума всячески будут поддерживать работу этого центра. 13 октября исполнилось 6 лет со дня смерти Анатолия Ефремова. Один из знаковых людей региона. Он дважды был губернатором Архангельской области. Соратники Анатолия Антоновича вспоминают, что это был период серьезных решений, порой сложных, но необходимых компромиссов ради больших проектов и задач. Памятная доска на доме номер один по улице Свободы свидетельствует. Здесь жил Анатолий Ефремов. Сюда он возвращался после победы на губернаторских выборах. Здесь переживал триумфы и неудачи. Его не стало в 2009-м. Ушел человек, оставивший яркий след в истории Поморья. Это человек, который был заряжен на дело, на результат дела. Беспокоился прежде всего не о себе, а о людях нашей области. И, конечно, мыслил очень глобально. Главное, что, кроме всего прочего, Анатолию Антоновичу удалось это сколотить команду и вести эту команду и командовать. Он был действительно настоящим капитаном. Цель была одна. Это, конечно, благосостояние жителей города и области. Первое губернаторство Анатолия Ефремова началось в 1996 году. Время, когда многое вокруг рушилось. Тогда пришлось взвалить на себя весь груз ответственности за непростой регион. Жить на севере по определению непросто, а здесь еще и кризис в стране. На митингах люди, не получавшие месяцами зарплаты, требовали от губернатора конкретных, зачастую немедленных решений. Критики хватало. Выйти к людям уже смелый шаг. А Ефремов никогда не прятался в кабинетах. Настоящий мужик. Уважительно отзывались о нем. Антонович. Так обращались к нему коллеги. Одно это дорогого стоит. Человек, который понимал очень хорошо время, в которое он работал. И поэтому он этому времени и соответствовал. Он своей энергией, своим характером, своей напористостью, да, он в Москве или, либо в Коноше, в Каргополе, в Няндаме, в поморских деревнях. Он всегда доказывал. Мы будем жить лучше. Победа на выборах 2000-го, второй губернаторский срок. И вновь переломные годы для страны, а значит и для Архангельской области. Это время, когда поморье начинает позиционировать себя как регион, способный стать серьезным участником в самых амбициозных программах. Возникают планы по освоению Севморпути, Штокманского месторождения, строительства магистрали Белкомур. Ефремов становится своеобразным лицом региона, брендом, как сказали бы сегодня. По нему многие меряют отношения к русскому северу. Внезапная болезнь останавливает сердце, но не заглушает воспоминаний. Задуманное Ефремову еще предстоит реализовать в жизни. А это лучшая память о человеке, чьей судьбой стала вся Архангельская область. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Теперь так с уверенностью могут сказать 49 архангельских семей. Накануне они стали обладателями жилищных сертификатов. Торжественная церемония состоялась в мэрии Архангельска. Обстановка торжественное событие, праздничная мечта о новой квартире стала реальностью для 49 молодых семей. Среди них и читали Хачевых. Папа уже знает, как разумно вложить полученную сумму. Ребенок давно просил свою комнату. Соответственно, я думаю, с сертификатом это все будет намного быстрее. Все получится. Ну и мечта у ребенка исполнится. Планируем купить либо двух, но быстрее всего все-таки трехкомнатную, поскольку два детей. Этот сертификат дает право на получение субсидий для покупки жилья. Ее размер около 30% от стоимости недвижимости. А если в семье есть дети, то выплата будет равна 35%. С приобретением квартиры семья Чернышевых задумывается над появлением второго ребенка. Мы благодарны мэрии города Архангельска. Именно благодаря их работе мы можем осуществить нашу самую нужную нам в данный момент мечту – купить, приобрести жилье. Сейчас мы проживаем вместе с моими родителями. Девятый год подряд в Архангельске работает городская программа обеспечения жильем молодых семей. Благодаря ей 293 молодых семьи улучшили свои жилищные условия. В текущем году на эти мероприятия из всех уровней бюджета запланировано свыше 52 миллионов рублей. Сегодня мы выдали сертификат 49 молодым семьям. Средняя сумма сертификата – это примерно от 600 тысяч до 1 миллиона 200. В зависимости от состава семьи и иных требований, которые предусмотрены в законодательстве. Всего до конца года социальные выплаты получат 65 семей. А в следующем году городская программа по поддержке молодых семей будет продолжена. Газета «Архангельск. Город воинской славы» на протяжении нескольких лет проводит прямые линии со специалистами мэрии. На этой неделе на вопросы архангелогородцев отвечали руководители муниципалитета, главы округов и директора городских предприятий. На вопросы читателей издания отвечал директор муниципального предприятия «Горбани» Сергей Боровик. Наибольшее количество звонков в прямой линии было посвящено теме повышения тарифа на услуги пользования городскими банями. С 15 октября цена поднялась до 150 рублей с человека. Добрый вечер, слушаю вас. Сергей Александрович, да? Да, здравствуйте. А вас как зовут? Меня зовут Анна. А, ну очень приятно. Ну, по просьбе бабушки она проживает на втором лесозаводе и ходит в баню туда, я не помню, на какую. В улице Тарасова, дом 11. Да-да. Вот. И, в общем, дело в том, что она прочитала в газете, что будут повышаться цены. Так. Почему они вообще повышаются? И вообще, насколько будут ли по карманам пенсионерам? И нельзя ли вообще обойтись без повышения было? А, ну без повышения уже невозможно, да, обходиться. Уже и так ждали полтора года. Потому что последний тариф был установлен еще в марте 13-го года. Но это в связи, во-первых, там с подорожанием воды, энергоресурсов. Вот. Это просто такая необходимая мера. Вот. Но ценник будет следующий. Значит, если она ходила, наверное, по льготному, да, сказали, тарифу. Но у них там, по-моему, сейчас скажу. Сейчас у нее будет 150 рублей. Это полтора часа с парилкой. Вот. И 80 рублей помывочный день, час. Сеанс. Помощь в благоустройстве территорий кладбищ. Информация об архиве захоронений. Кто за что отвечает в вопросах содержания кладбищ. Вот лишь некоторые из тем, которые архангелогородцы подняли в ходе прямой линии с Романом Зариповым. Здравствуйте. Слушаю вас. Роман Душитович, хотелось бы у вас узнать вот такой вопрос. Существуют ли льготы установки памятников участников Великой Отечественной войны? Да, существуют. То есть, есть льготы. Есть, как бы сказать, там все зависит по годам. Вот. Вам просто нужно будет позвонить. Постоянно эти нормы меняются. Позвонить нашему специалисту. Вы можете записать телефончик? Да, конечно. Давайте. 20-69-09. Гостем прямой линии стал и заместитель директора по коммерческой работе и финансам МУП спецавтохозяйства по уборке города Андрей Лагвиненко. Ряд вопросов был посвящен содержанию и ремонту контейнерных площадок. Если, например, контейнер старый и ржавый, его можно заменить? Или это должны УК делать? Или ТСЖ? Так, начнем с первой части вопроса. По содержанию контейнерных площадок. Да, если эта контейнерная площадка сделана была спецавтохозяйством, с нее вывозится мусор, ТБКГО, то мы данную площадку постоянно поддерживаем в справом состоянии. Меняем листы, рихтуем, покрасываем, слемокраску осуществляем. А по второй части вопроса, в части замены контейнера, если он вышел из строя, то, конечно, без вопросов мы их меняем. На вопросы Архангела Городцев ответила директор муниципального предприятия Архкомхоз Анатолий Никлюдов. У нас на Поморской улице очень, скажем так, выпирает естественная неровность. Напротив торгового центра Орион. Причем там нет никаких знаков. Машины просто влетают. Ее не видно. Можно там хотя бы знак повесить, какой-то там предупреждающий. Мы напишем письмо в ГИБДД, посмотрим, как они отреагируют. Там проложены трубы, вот под этой дорогой, вот где эта неровность. И они проложены на очень низкой глубине. То есть нам не срезать этот асфальт и не опустить, так скажем, его, потому что там уже идут трубы. Вопрос поднимали, но он на контроле. Расселение аварийного жилья, благоустройство дворов. Множество актуальных тем архангелогородцы подняли в ходе общения с главой администрации Октябрьского округа Алексеем Калининым. Отдельный блок вопросов – организация отдыха и досуга детей. Горожан волнует нехватка детских площадок во дворах, в том числе и у дома 58 по проспекту Обводный канал. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос такой. Каким образом или куда можно обратиться, чтобы нам во дворе сделали детскую площадку? На территории города Архангельска в 2011-2013 году действовала программа установка детских площадок. На территории Октябрьского округа было установлено 47 детских площадок. Программа закончила действие в 2013 году без продолжения. Так, то есть, получается, мы здесь только должны своими силами, своим, как говорится, домом, кто заинтересован в этом. Вам необходимо будет провести общее собрание собственников жилья, пригласить туда управляющую компанию. Так. Посмотреть, сколько денег у вас накоплено на сегодняшний день на счету вашего дома. Посмотреть, значит, управляющая компания обязана, вот я подчёркиваю, составить смету по строительству детской площадки. Так. И вот этот вопрос по финансированию вы обязаны будете вынести для того, чтобы добиться этой вашей цели, на решение собственного жилья. Эстафету открытого диалога с населением принял глава администрации Соломбальского округа Александр Чичулин. Меня вот интересует судьба стройки, которая на пересечении Советско-Маяковского. То есть, там сроки сдачи стояли на конец 2015 года, но уже, по-моему, несколько месяцев там вообще ничего не происходит. На сегодняшний день действительно строительные работы по данному объекту не ведутся. Стройка не заморожена. То есть, объект сегодня находится под круглосуточным наблюдением, охраной. То есть, видно, возникли какие-то затруднения при строительстве, но в планах у застройщика этот объект задать. То есть, он будет продолжаться, да? Да, безусловно. Задать свой вопрос представителям муниципалитета архнеглогородцы могут до 10 ноября. Каждый рабочий день в редакции газеты «Архангельск. Город воинской славы» Руководители структурных подразделений мэрии Архангельска, главы администрации округов столицы Поморья и директора муниципальных предприятий готовы выйти на прямую связь с горожанами. На этой неделе прямые линии в редакции газеты «Архангельск. Город воинской славы» продолжатся. 19 октября на связи с горожанами будет исполняющий обязанности главы администрации Маймаксанского округа Александр Сизов. Во вторник, 20 октября, директор департамента образования мэрии Татьяна Агибина. В среду начальник управления культуры и молодежной политики Глафира Балеева. В четверг, 22 октября, отвечать на вопросы архангелогородцев будет Ольга Дулепова, начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства. В пятницу прямую линию проведет начальник управления по физической культуре и спорту Андрей Гебадуллин. Задавать свои вопросы можно по телефону редакции 20 81 79 с 18 до 19 часов. Тем временем, свежий выпуск газеты «Архангелец. Город воинской славы» уже вышел в свет, а о главных темах издания прямо сейчас. Об итогах дорожного сезона 2015 и о людях, которые ремонтируют архангельские дороги, читайте в материале «Их трудом меняется город». Директор муниципального предприятия Гурбани Сергей Боровик ответил на вопросы читателей о тарифах, льготах и качестве обслуживания. Газета проводит серию прямых линий с директорами муниципальных предприятий, руководителями департаментов мэрии и главами округов. График на текущую неделю вы найдете в свежем номере. Об одном дне из жизни Водоканала рассказывается в фоторепортаже. В любое время и в любую погоду вы узнаете о том, как организована работа на муниципальном предприятии Водоканал, о людях, которые там работают, о задачах, которые они ежедневно решают. На странице газеты вы найдете страницу поздравлений, гороскопы, телепрограмму. Газету бесплатно вы можете получить в киосках Роспечати. Газета Архангельс, город воинской славы. Помни о прошлом, живи настоящим, думай о будущем. Вот такие новости на этой неделе. Увидимся ровно через 7 дней. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова